Сегодня предоставляют водителям Флагманом является 300-сильный мотор Т6 Но наша история про 5-цилиндровый дизель мощностью 205 лошадиных сил Первое упражнение – классическая змейка Которая с легкостью способна ответить на вопрос, управляем ли автомобиль На данный день разумный баланс между деньгами вложенным в электронику и в себя Вложенное в себя поехало Мы ничего не сбили? Живо себя, здорово и все отлично Ну что ж, а сейчас мы среднестатистически олени вступим в неравный бой с мастером спорта международного класса У нас есть шансы, потому что на нашей стороне электроника в компанию, вольно, поехали Алексей выполняет это упражнение с полуотключенной системой курсовой устойчивости А представитель фауны с использованием всей электроники В результате мастерство с легкостью побеждает инженеров Радница во времени составила целых 2 секунды С другой стороны, электроника надежно и без срывов за нос спасла все фишки, которые в обычной жизни превращаются в столбы пешеходов Появились лоси Оттормозился, нагрузил морду, повернул руль Вернулся на свою полосу И встал Для обычного оленя делать переставку очень сложно, но жизненно необходимо, потому что именно это упражнение имитирует внезапно возникшую преграду перед вами, которую необходимо объехать Будем надеяться, что система курсовой устойчивости нам в этом поможет, или по крайней мере мешать не будет 80 км в час, заезжаем Прощайте, олени Братья на месте 90 км в час мы входим Я могу проезжать это упражнение при помощи ESP практически на любой скорости То есть точно так же, как и мастер спорта международного класса 90 км в час Как оказалось, мы откусили немножко лапку оленю, но животное осталось на месте 90 км в час Мы заезжаем, 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 заезжаем Детская запаха Но, к сожалению, у нас за рулем гораздо больше лосей, чем на дороге Не будьте лосями Полтора десятка лет назад, когда я начал заниматься тестом автомобилей, у меня была такая нетрадиционная автомобильная ориентация Я меньше всего на свете переживал по поводу того, что происходит у МРС и БМВ Мне нравились шведы, французы, японцы А вот что касается Volvo, тут же у меня было E850, E840, который в 2000 году спасла на жизнь, реальная шведская вода Уютно, тепло, надежно, комфортно, монументально Вот такое было Volvo 15 лет назад С60 имеет прекрасный, агрессивный, купеобразный дизайн Вольво прекрасно организовано место водителя Гарантирую, вы здесь усядетесь и правильно, и комфортно Хотя, есть момент Приятно, что в Volvo установлена система KLS GO, и есть кнопка старт, но мне кажется, что это не очень удачно, потому что вам нужно ставить рекламу Вот это, который стоит на поле ВС-60, вполне можно было бы устанавливать на маневровые тепловозы Я думаю, что вышел бы из строя значительно позже, чем строились в рейсе на этой же дорогой станции Ну, почему к нему не прикрутили нормальную подвеску? Она такая мягкая, она такая нерегулируемая Полный привод, дизельный мотор, все возможные системы, с лампочек как на дискотеке Здесь установлен просто великолепный пятицилиндровый турбодизель Его мощность 205 лошадиных сил, крутящий момент больше 400 ньютонов Этот автомобиль не только умеет ездить быстро, ты хочешь это делать? Приятно радует расход топлива Если в городском режиме вы не пытаетесь обогнать все на светофорах, то это всего лишь 8 литров солярки на 100 километров пути Если же все-таки вам хочется участвовать во всех стартах, то это всего лишь 11 литров Конечно, дизель здесь максимально эффективен Крайне сложно заводить в систему регулировки автомобиля Причем каждый раз ты пытаешься затронуть, но каждый раз заводя автомобиль, тебе надо выходить на настройки системы нового Конечно, в Вольво есть встроенный мобильный телефон Но куда девать ваш аппарат? Здесь у нас место для подстаканника и для кофе Можно, конечно, попробовать положить телефон в подлокотник Но потом он обрушивается в какую-то пропасть, потому что там у нас дырка Дальше, самый удобный вариант, куда положить свой мобильный телефон Это за вот этой вот фальш-панелью специальная ниша С этой стороны телефон положить удобно, с другой стороны, с места водителя не очень За неделю пребывания в Вольво я понял, что самое удобное место для моего телефона это возле монитора Но здесь есть одна проблема, я закрываю часть нужной мне информации О системах безопасности, которые установлены в этот автомобиль, можно написать целую сагу Хотя, конечно, такие инновации существенным образом отражаются на цене автомобиля Шведы помешаны на безопасности Седан Вольво С60 получил отличные оценки по всем 19 критериям По которым оценивают сегодня безопасность автомобилей специалисты Американского института страхования транспорта Особо отметили хорошую оснащенность с дополнительными средствами безопасности и прочность крыши седана Которая способна выдержать нагрузку более 7 тонн Не тратьте 15 тысяч евро на систему безопасности, которую установлены в автомобиле для дурака Потратьте 5 тысяч долларов на свое обучение на курсах контраринового вождения Походите на картин, просто чтобы понимать, что происходит с автомобилем Вы сэкономите деньги, нервы Готов признать, что подъезд КС-60 максимально приспособлена к украинским дорогам Она очень энергоемкая, она проглатывает практически все ямы Но при этом автомобиль остается управляемым Это, конечно же, плюс для этого автомобиля Невозможно отключить динамик стабилити трекшн контроль насовсем Это очень неудобно На задних сиденьях S-60 не так уже вольготно Но два человека устроиться смогут К тому же у нас есть небольшой бонус Это подогрев В 90-е годы все компании, производящие автомобили драйверски Чуть-чуть перенесли вперед Перееднюю ось машины для того, чтобы улучшить управляемость и реакцию автомобиля на руль Вольво единственная компания, которая перенесла ось чуть-чуть назад Сказала, что основные потребители наших автомобилей – американцы Нам не надо, чтобы люди, которые не умеют управлять автомобилем Вдруг получили острые руль и возможность к автомобилю скакать за рулем куда угодно Нравится материал, из которого сделано все в салоне 5 плюсов Здравствуй, Густав Здравствуй, Алеша Ты не Рауль? Нет, я не Рауль Что мы будем сегодня делать? Мы сегодня будем проверять, можно ли тебя сбить, если ты стоишь к нам лицом, спиной и боком Если ты настоящий пешеход Вольво S60 оснащен системой Pedestrian Detection Благодаря которой машина идентифицирует людей ростом не ниже 80 см даже у самой кромки дороги И, как заявляют шведы, помогает полностью избежать наезда на скорости до 35 км в час Глаза системы – адаптивный круиз-контроль Но в инструкции к системе написано, что пешеход должен стоять к машине лицом А среди предостережений указано, что система может не спасти пешехода, если асфальт мокрый или покрыт коркой льда Кроме того, Pedestrian Detection может не сработать, если на зону торможения падают тени Или испытания проводятся не при дневном свете, а при уличном освещении Ну что ж, а теперь настал звездный час нашего друга Густова Алеша, ехай! Первые три заезда со всей очевидностью доказали, что система Pedestrian Detect не только имеет право на жизнь, но и реально работает согласно инструкции А теперь давайте посмотрим, что будет, если наш Густав не просто будет ожидать свою судьбу, а попытается перебежать дорогу А водитель в это время будет идти рядом со своим автомобилем Не получилось! Похоже, наш радар не может видеть Густава, который перебегает дорогу Он просто должен покорно, лицом к лицу, встречать свою смерть Он должен видеть пешеходов, которые как крабы во Владивостоке идут по дороге, так и думают, а где живой у вас эта специальная система? А вот она! Дубль номер два Густав выжил, но по-прежнему пытается перебежать дорогу А очень умная машина Вольво сейчас попытается еще раз остановиться В первый раз, если вы помните, у нее это не вышло Густав, храни тебя Бог Чувак, ты лазишь перед машиной? Объясни мне, а? Какого черта ты сделаешь? Балбес! Зачем платить деньги за то, что не работает? Может быть оно работает с испытателями в Швеции Соединенные, которые знают, как это все стойно? Рулите, следите за дорогой, смотрите за пешеходами Выгоняйте их! Чертвой матери! Вот там лежи! Дубль номер три На самом деле мы нашли вот такую вот вещь, она металлизированная Она была установлена на фронтальной части нашего манекена Возможно, хитрость компании Вольво заключается именно в этом Сейчас мы спрячем и посмотрим Леша пока воспитывает Вольво самостоятельно Спасти Густава может только правая нога Вовремя нажавшая на педаль тормоза Не доверяйте системам, не переплачивайте деньги Вкладывайте в себя, учитесь ездить сами, без электроники Делайте все сами, вкладывайте в себя, учитесь ездить И если доверяете, то проверяйте Речь идет об электронике и о себе